Дональд Трамп Макрона своим другом и заявил, что хотел бы иметь дело только с Францией, а не с целым Евросоюзом с его ограничениями. Президенты держались за руки и вместе посадили дерево на лужайке у Белого дома. Эммануэль Макрон привез своему американскому коллеге особый подарок – дуб с севера Франции, призванный стать символом долгих отношений двух стран. Цитата. «Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Это большая честь, что вы здесь. Вы особенный друг. Спасибо». Поблагодарил Трамп французского лидера. На переговорах присутствовали и супруги первых лиц – Мелания Трамп и Брежет Макрон. Во время встречи президенты обсудили ряд серьезных тем, таких как ситуация в Сирии, ядерная программа Ирана, международная торговля и двустороннее сотрудничество. Эммануэль Макрон остался доволен тем, какой прием ему оказали в Вашингтоне. Его речь в Конгрессе США затронула совместное противостояние Америке и Франции терроризму, важности укрепления сотрудничества во всех сферах – от экономики до защиты персональных данных в интернете. Эммануэль Макрон подчеркнул также необходимость совместной работы над ядерным разоружением, сдерживанием конфликтов на Ближнем Востоке, в борьбе с неравенством и изменением климата. «Мы должны, это наша обязанность и судьба, работать вместе и строить новые, сильные, многосторонние отношения», – заключил французский президент. Европейский Союз назвал условия нахождения Британии в таможенном союзе. Подробности рассказывает агентство «Блумберг». Есть определенные условия. ЕС предложит Британии более выгодную торговую сделку, чем Турции, если страна решит остаться в таможенном союзе после выхода из блока. Неназванный представитель ЕС подчеркнул, в случае заключения сделки Великобритания должна будет отказаться от своей автономности. Страна также не получит место за столом переговоров при подписании торговых соглашений между Европейским Союзом и другими странами. Взамен может быть создан торговый диалог между ЕС и Великобританией на выгодных условиях, отмечает журналист Иоанн Вишард. Цитата. «Премьер-министр Тереза Мэй находится под растущим давлением в попытках сохранить страну в таможенном союзе после Брексит. Предприятия, оппозиционные законодатели и представители ее собственной партии хотят остаться в союзе, чтобы предотвратить срыв трансграничной торговли и решить вопрос границ с Ирландией», – пишет Вишард. Британия до последнего времени заявляла, что выйдет из единого рынка ЕС и таможенного союза после Брексит. ЕС же считает, что единственной возможной основой для будущего сотрудничества между Великобританией и Блоком является торговое соглашение. Голосование по этому вопросу в Нижней Палате Британского парламента должно состояться в мае. Гауф Бизнес Ньюс передает. Арамка и Тотал рассматривают совместную покупку сети АЗС в Саудовской Аравии. Энергетический гигант Королевства и французская нефтегазовая компания подписали меморандум о сотрудничестве и соглашение на сумму 12 миллиардов долларов. Стороны планируют совместное приобретение саудовского топливного ритейлера «Тасхилат Маркетинг», чтобы получить доступ к системе заправочных станций в Саудовской Аравии. Компании рассматривают такие варианты совместного ведения бизнеса, как консолидация нескольких сервисных станций или розничные продажи топлива с нуля, отмечает издание. Американский писатель-фантаст Джордж Мартин сообщил фанатам, что долгожданная шестая часть саги «Игра престолов» под названием «Ветра зимы» не выйдет в этом году. Однако популярный автор смягчил это заявление другим анонсом. 20 ноября в продаже появится его другая книга «Огонь и кровь». Она расскажет предысторию дома Таргариенов, семьи и созданной им вселенной. Действие первого тома разворачивается за 300 лет до событий книги «Льда и пламени» и является хроникой гражданской войны Таргариенов, которая практически уничтожила династию. Как сообщил сам Мартин, в книге будет около тысячи страниц. Она выйдет в издательстве «Балентайн Бентам Делл». Произведение сначала появится на книжных полках США и Канады, а затем в Германии, Франции, Италии, Мексике, Нидерландах и Польше. «Я хочу подчеркнуть, хотя нет, я хочу прокричать. Огонь и кровь – это не роман, это нетрадиционное повествование и никогда таким не задумывалось. Давайте будем называть это воображаемой историей, где ключевое слово – история», сказал писатель и добавил, что в данный момент возвращается к работе над «Ветрами зимы». О том, ляжет ли содержание новой книги в основу новых экранизаций, Джордж Мартин ответил, что эту информацию он разглашать не может. По серии книг писателя «Песни льда и пламени» американский телеканал HBO снял популярный сериал «Игра престолов». На данный момент вышло семь сезонов. Последний финальный появится в 2019 году. По данным HBO он будет состоять из шести эпизодов.